А сейчас мы перейдем к первой дискуссии нашей расширения собственных возможностей, повышения статуса женщины в обществе, пути реализации, повышения собственной самооценки, роль самой женщины и общества в этом процессе. Я приглашу на сцену первых говорящих, выступающих по этой теме. Это Натали Грант, директор Южного округа Министерства абсорбции. Мириам Хели, Наша Писательница, Белла Фомин Ассадикова, Лиман Юцэй Кавказ. Амошаев, он в носе «Атцамет Нשים». А на сегодняшний день, Натали Грант, которая реклама Министерства абсорбции Министерства абсорбции Министерства абсорбции Министерства абсорбции Белла Фомин Ассадикова, Лиман Юцэй Кавказ. Амошаев, он в нот. Добрый вечер. Я хочу поприветствовать... Добрый день! Беседр, уже день! Добрый день! Я хочу поприветствовать всех присутствующих здесь. Это сегодня знаменательное событие, впервые проводится такое мероприятие. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого важного события, поблагодарить инициативную группу, которая на протяжении долгого времени занималась подготовкой этого форума и пожелать удачи в сегодняшней встрече и дальнейшим встречам, которые у нас будут, я надеюсь, продолжение иметь. Я хочу предложить слово сейчас, Наталья. Спасибо. Доброе утро всем! Я очень рада действительно присутствовать на этом форуме. Форум революционный. Я не думаю, что еще в каком-то месте в нашей стране произошел такой форум. И, в общем-то, немножко расскажу о себе. Я приехала в Израиль в 19 лет, и, может быть, мое нахождение на этом форуме не совсем случайно. Я не горская еврейка, но я репатриировалась из Баку, так что мне очень знакомо все, о чем вы говорите, и у меня все впереди. Окей, я думаю, что прошла тоже немало, и все впереди, это точно, до пенсии нам еще далеко. И, конечно же, я выросла в Баку, и выросло, у меня было очень много друзей, горских евреев, и вся эта ментальность мне очень знакома, и, в общем-то, она была и у меня дома. Что, конечно же, скромность девочки, это в первую очередь, и вести семейный очаг, это в первую очередь, это я впитала, как сказала наша министр, в общем-то, от своей мамы, от своего окружения. И, репатриировавшись в Израиль, я, конечно же, привезла с собой все эти устои, которые мне были даны дома, и я очень благодарю свою семью за то, что я была воспитана в этих устоях. И здесь в Израиле действительно становится дилемма, по какому пути пойти, или, в общем-то, остаться той мамой, которая сидит дома и готовит очень вкусно, и всегда в доме шикарный запах выпивчки и готовки, или же взять на себя еще дополнительные обязанности, которые помогут и семье, и детям, и всей окружающей своей среде. И мой муж тоже из Баку, познакомились мы здесь, в Израиле, и, конечно же, вы понимаете, что все, вся ментальность, она та. Да. Но я выбрала путь карьеры, совмещающейся с семьей. И я очень не жалею об этом. Конечно же, выбрать такой путь без поддержки семьи невозможно. Это нереально. И я благодарна, здесь нету никого из моей семьи, но я благодарна своему мужу и своим родителям за поддержку, которая была мне дана. Но, конечно же, совместить воспитание детей, семью и строение карьеры – это нелегкий путь, а мы, женщины, способны на это. И, конечно же, зависит от нас, по какому пути мы выберем идти и где нам хорошо. Прежде всего, я считаю, что надо думать о том, что хорошо нам, женщинам, когда нам хорошо, всей семье хорошо. И я вам желаю, чтобы вы выбрали путь, который хорош вам. В сегодняшний момент я директор Министерства абсурдции Южного округа. Но, конечно же, у меня было время, когда я ездила. Я живу сама в Бершеве с момента репатриации. Было время, когда я должна была ездить в другой город. Конечно же, без поддержки семьи это невозможно. Крепите свою семью в первую очередь и думайте о ней и о себе. Желаю всем успехов и, конечно же, приобрести как можно больше от этого форума. Спасибо. Слово предоставляется Миллиам Хейли. Все, наверное, ее хорошо знают. Она известная писательница, прекрасный человек. Спасибо большое. Поприветствую вас здесь. Добрый день. Очень рада видеть, я вот сейчас смотрю, столько женщин, столько... Слышно? Я очень рада. Я очень рада видеть столько женщин. Вы знаете почему? Потому что женщине всегда трудно выйти из дома, выйти из рамок быта. А нашей женщине, горско-еврейской, уже мне, кому не говорить, как и не мне, это сделать намного сложнее. Мы все знаем, какие у нас традиции, как нам тяжело. Вот я могу сказать, скажем, о себе. Все спрашивают, почему ты начала писать с 40 лет? Почему? Если у человека есть талант, значит, он был и до этого. Или там какие-то способности, скажем, там, не талант. Почему же так произошло? Да потому что как-то мы... Что горско-еврейка вдруг решила писать. Мне казалось, где я и где я. Ну что вы, это... Это нужна определенная способность. А мы... Я простой человек, такая же простая, как все вокруг. Пока в какой-то момент я не нашла в себе силы. Это с трудом и очень медленно. И благодаря поддержке подруг и родных все-таки прошла этот путь. Я вам хочу сказать, что наверняка среди сидящих здесь, среди многих тех женщин, горских юрев, которые еще сейчас дома, у этой самой кухни, тоже есть талант. Мы же все, каждый из нас это бриллиант, честное слово. И у них есть какие-то способности, какие-то таланты. Но они не знают об этом. И что мне хочется вам сказать. Дорогие женщины, все вы очень красивые, очень талантливые, очень умные. Все вы можете. У вас есть много возможностей. И слава богу, здесь в Израиле есть возможность развивать свои способности. Каждый из вас должен сесть и подумать, что я могу, что я хочу, что я смогу сделать. И пытаться вырасти над собой. Поверьте, если вы объясните дома, объясните своим родным, те, кто вас любит, вам помогут. Поддержка нам нужна. Очень нужна. Поэтому, дорогие женщины, в добрый час. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!